Сразу двумя наградами отмечен труд журналистов телерадиокомпании «Пинск» в ежегодном областном конкурсе среди редакции областных, районных газет и электронных СМИ. За масштабную работу по созданию фильма «Зубр. Символ Брестской области» в рамках ежемесячной программы «Полеская скорбонка» диплом победителя вручен автору Анне Чижовой. Эта награда особой пробы, особого значения. Анна Васильевна высокопрофессионально воплотила идею ушедших из жизни председателя Пинской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Виктора Бруцкого и директора телерадиокомпании «Пинск» Виктора Сыроватко. Еще одна не менее ценная награда Натальи Шестаковой. Наш специальный корреспондент стала победителем конкурса среди профессиональных журналистов Брещины по освещению мероприятий по повышению финансовой грамотности, дружи с финансами. О наградах, памяти и значимости работы журналистов, операторов и монтажеров телерадиокомпании в нашем сюжете. Особое значение церемонии награждения победителей ежегодного областного соревнования среди областных, объединенных, районных и городских газет, телевидения и радио журналистов Брестской области в том, что на этот раз после ковидного перерыва 2020 она прошла традиционно. На торжественное и очень значимое мероприятие прибыли представители практически всех средств информации и лучшие журналисты Брещины. Особую атмосферу создавал и интерьер Дворца Пусловских, где собрался цвет журналистского корпуса области. Конечно, сегодня скорее за работы журналистов, которые мы видим в печатных СМИ, на интернет-ресурсах, на телевидении, голосуют зрители и читатели. И поэтому жюри только подводит итоги тех работ, которые представляются к нам в комиссии, но спектр очень-очень широк. Всегда приятно вручать эти награды за то, что наши журналисты работают над собой не то что ежегодно, они работают практически ежечасно. Потому что нужно, чтобы ты был услышан, нужно, чтобы тебя читали, а значит нужно, чтобы тебе доверяли. Сегодня профессионализм журналисты определяется и тем, насколько значим его вклад в позитивные процессы на благо людей. Конечно, мы вдвойне ценим профессиональную журналистику, людей, которые освоили эту профессию, людей, которые знают и видят этот мир с профессиональной точки зрения. И самое главное, что они своим взглядом на эту жизнь, своим изображением людей и событий, они укрепляют, они созидают, они укрепляют нашу независимость, они укрепляют мир и спокойствие в нашей стране. Смело могу сказать, что журналистика Брещена, она выдерживает вот эти требования времени и всегда является флагманом, собственно, профессии, как мне кажется, и в нашей стране. И сегодня, как это было всегда, творчество журналистов имеет особый смысл и значение. Пишущие историю современности люди как никогда должны быть честными, искренними, профессионально говорить о том, что волнует людей и важно для их стабильного мирного будущего. Об этом, обращаясь к коллегам, сказала Татьяна Гагакова, начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Брестского обл. сполкома. Здесь, в этом прекрасном зале находятся те люди, которые сопровождали вот этих наших победителей во всех отраслях и сферах на протяжении всего года. Потому что, ну, раньше так говорили, мероприятие не проведено, если оно мне написала газета, да. Ну и сегодня, наверное, узнать о людях, о том, о их каких-то профессиональных достижениях, о жизни региона, о том лучшем новом беретовом, которое есть в каждом уголке нашей плечины, наверное, и донести это людям, наверное, по силам только вам. Ответственные и такой необходимый обществу труд журналистов подкрепили и высокие награды самым достойным тем, кто в этом году создавал маленькие творческие шедевры, нашедшие отклик в душах и умах читателей и зрителей. Именно таким стал фильм «Зубр. Символ Брестской области». Прекрасный проект программы «Полеская скорбонка», созданный творческой группой, автором Анной Чижовой, операторами Сергеем Дубинецким и Антоном Васильевым и монтажером Сергеем Мацкевичем. Посвящен работе и творчеству коллектива Пинского судостроительно-судоремонтного завода, который оставил нам такое замечательное наследие – 30-метрового зубра на границе Брестской и Минской областей. Сюжет об этом – заветная мечта бывшего в то время директора орденоносного завода Виктора Бруцкого и творческая задумка о снятии поистине исторического события не только для нашего города, но и всей Брещины – директора телерадиокомпании «Пинск» Виктора Сыроватко. Этот фильм стал своеобразным реквием памяти этих замечательных людей. И минута триумфа – получение диплома победителя Анны Чижовой – это фанфары и в их честь. А главное – признание телезрителей. Фильм «Зубр. Символ Брестской области» побил все рекорды просмотров. Еще одна не менее важная награда – диплом победителя в конкурсе по повышению финансовой грамотности «Дружи с финансами», который Наталья Шестаковой вручил начальник главного управления Национального банка Республики Беларусь по Брестской области Иван Пацовский. И эта награда – результат тесного сотрудничества телеканала «Пинск» и управления по образованию, которое ведет постоянную работу по углублению и расширению знаний подрастающего поколения в области финансов совместно с банковскими структурами. Мы гордимся своими достижениями, которые стимулируют нас повышать свой рейтинг в глазах телезрителей, своих земляков, ради блага которых мы ежедневно выходим в эфир. Мы поздравляем и своих коллег – журналистов газет «Пинский вестник» и «Полесская правда», труд которых также получил высокую оценку.